Приемная депутата Госдумы Константина Затулина. В повестке дня 14 вопросов. К своему депутату сочинцы приходят с разными просьбами. Эдуарда Языджана волнует, к примеру, имущественный. Его племянница, многодетная мать, не в силах потянуть аренду земельного участка, на котором стоит ее жилье. 120 тысяч рублей в год. Сумма просто неподъемная. Впрочем, ее можно снизить в разы, если устранить ошибки в договоре аренды и правильно обозначить зонирование участка. Константин все очень хорошо понимает эти вопросы. Я надеюсь, что если помощники сделают еще раз запрос, то администрация должна решить вопрос положительно. Поиском возможных путей решения займутся помощники депутата. А проблему следующих посетителей Константин Затулин постарался урегулировать здесь и сейчас. Речь о работниках ЗАО «БАМстройпуть». Организация, которая когда-то привезла их на работу в город, долгое время предоставляла им жилье в Дагомысе. В итоге о банкроте. Ее имущество досталось другому собственнику. Люди оказались на грани выселения. Организация-то ведь висит не в безвозгласном пространстве. Она здесь работает. Она в чем-то заинтересована. Но надо ее заставить, чтобы она какие-то обязательства имела в виду. Ну, по крайней мере. И не трогала вас какое-то время. Звонку в том числе главе Лазаревского района. Цель – выйти на организацию, которая грозит выселить людей и постараться предотвратить такое развитие событий. Но не только решением частных вопросов занимается Константин Затулин. На повестке дня депутата Госдумы от Сочинского округа немало проблем общегородского и регионального значения. Кроме таких вопросов чисто бытовых, житейских, есть, конечно, вопросы более серьезные, связанные с развитием города. И, конечно, эти вопросы тоже в поле зрения. Но они не обсуждаются, как правило, на приемах. Но иногда они становятся следствием вопросов, которые подняты здесь. Вопросы о предпринимательстве, фермерстве, арендной плате в числе прочих. Всего за год работы на посту депутат Государственной Думы Константин Затулин получил более тысячи заявлений от граждан. Какие-то из обозначенных проблем решены, какие-то в процессе. Но в любом случае Константин Затулин уверяет, что ни одно заявление не останется без ответа. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.